Друзья мои хорошие, всем привет! С вами Елена и вы на канале Моисат Моя Гордость. Вот друзья, закончились у нас наши новогодние праздники, отпраздновали их, осталось только крещение. Вот, впереди у нас крещение. Но, как бы, праздники праздниками, а сеять надо, да? То есть, так как мы такие цветоводы-любители и без этого не можем, поэтому нам приходится это делать, потому что это нам нравится. Мы от этого получаем удовольствие, ну и тем не менее, наверное, и вы получаете удовольствие, смотря наши ролики и, может быть, делая то же самое, как и мы. Вот, друзья, и сегодня я хотела вместе с вами посеять ампельную бегонию. Называется Шансон Ф1, темно-красная. Вот такая вот красоточка, ампельная, Катюшечка, наведи, пожалуйста. Вот такая вот красоточка. На самом деле, очень красивая. Цветки у нее махровые, либо полумахровые. То есть, вот такие махровые, полумахровые цветочки, вот такие. Развивается, развивает до 5-8 побегов. На которых из пазухов листьев идут отростки, на которых уже и идут вот эти вот красивые вот эти цветочки соцветия, друзья мои. Очень красиво. Я на самом деле видела вживую, да, вот эту вот красотку ампельную, да, Шансон Ф1. То есть, это на самом деле, честно говоря, не оторвать глаз. Это просто что-то с чем-то невероятное. Вот, друзья. Сажать ее можно, как и в подвесных горшках, как и где-то миксами. И где-то можно сажать ее и на возвышенностях. То есть, она очень красиво смотрится. Сажают ее либо на солнце, либо в полутени. И вот, что еще хочу сказать. Цветки достигают до 6 сантиметров, могут даже достигать в диаметре. То есть, вот эти вот цветки 5-6 сантиметров в диаметре, вот такие вот красивые они. Что еще добавить? Хочу добавить еще после отсветения, да, там где-то сентябрь у нас. Где-то в конце сентября и в начале октября, когда растение отсветает, его нужно обязательно обрезать. Обрезать где-то, знаете, но оставить прямо чуть-чуть. Вот так вот где-то в горшке, да, оставить. И убрать в более такое прохладное, сухое место. Периодически, иногда, я еще раз хочу сказать, иногда чуть-чуть его можно поливать. И когда уже весной, уже когда начнется вот это вот более сокодвижение, цветочек снова достают, да. И он дает дальше уже, то есть, соответственно, меняют землю, дают другой грунт, то есть, вот это все. И пересаживают уже в более другой горшочек, друзья мои. Вот так вот ухаживают вот за этой, потому что многие не знают, купили, да, растение от свело, они раз горшок выкинули. То есть, у нас многие так делают, я вам серьезно говорю. То есть, не знают, что и как. То есть, что цветочек, как говорится, бегония, да, у нее есть период покоя, да, когда она спит. И, то есть, вот так вот ухаживают за цветочком. Когда идет сама вот эта вегетация, то есть, цветочек нужно хорошо поливать, обильно. То есть, он, ну, как, достаточно такой тоже водохлеб, да, когда он идет, развивается и цветет. То есть, поливать достаточно часто нужно. Вот. Земля должна быть более плодородная для цветка, там, не какая-нибудь там огородная или еще. То есть, вот так. Вот, друзья. Я приготовила вот такую вот чай-плашечку. Я вам уже говорю, да, что я их не выбрасываю. Они мне всегда там, если мы что-то покупаем с Катюшкой в магазине, я вот такие вот чай-плашечки стараюсь оставлять. И то мне не хватает, я приходится даже докупать. Вот, друзья. Насыпала я сюда. Сделала вот такую почву. Почву я беру, как я вам уже говорила, разную. И для цветочных, то есть, она такая уже прямо, ну, готовая, прямо почва. Тут уже все есть практически. Немножко я для себя, как бы, добавляю сюда еще чуть-чуть торфа, чтобы она более такая была, рыхлая. И добавила немножко перлита. Ой, перлита. Добавила немножко песочка сюда. Вот, друзья. Вот такая вот земля должна быть. Вот, посмотрите. Катюша, наведи, пожалуйста. Вот она вот такая, прямо рыхлая-рыхлая, такая воздушная должна быть земелька, друзья. Ни в коем случае не какая-то вот такая тяжелая, потому что для всходов обязательно нужна такая вот более мягкая земельечка, чтобы она дышала. Вот. На дне я сделала дренажное отверстие, я накалила отвертку, вот у меня газ, да, есть плита газовая, я накалила отвертку и сделала здесь вот прямо дренажное отверстие, чтобы вода у нас не стояла, не скапливалась и ничего. Сейчас мы вместе с вами вот так вот аккуратненько, прям, сильно я заливать не буду. Чуть-чуть польем вот так вот, пропитаем нашу чеплашечку водичкой. Вот так вот достаточно, достаточно. Сейчас она, водичка пропитается, я ложечкой вот так сейчас немножечко примну. Вот так, что у нас? Здесь у нас, друзья, пять маленьких семечки. Семена достаточно, хочу сказать, не крупные, поэтому перед тем, как вы открыли капсулку там или пакетик, да, старайтесь аккуратненько даже вот где-то над чеплашечкой высыпать семена, потому что они такие, знаете, хочу сказать, что очень-очень мелкие. Вот. Ну, что я хочу сказать? Что я хочу сказать? Вот они вот такие, знаете, как вот семена у петуни, семена у петуни, вот посмотрите, какие они мелкие, хорошо хоть в оболочке. И то вот, смотрю, одно семечко у меня выпало, я его, слава Богу, нашла. Вот, сейчас мы его вот сюда вот положим. Здесь у нас есть, я взяла зубочисточку, друзья, немножко вот так ее сейчас смочу. И чуть-чуть, чуть-чуть прямо сильно заглублять не надо, прямо чуть-чуть. Они идут прямо буквально поверхностно, вот эти семена сеются. Вот она, видите? Прямо чуть-чуть ее. Так. Сюда и сюда мы сейчас сделаем. Катя, видно, да? Вот я такую лампу использую специально, чтобы хорошо было видно. Я вам уже говорила, купила в светофоре, мне очень понравилась эта диодная лампочка. Вот такая, которая и от батарейки заряжается, и... Так. А, вот оно семечко. Думаю, ну где оно, думаю, пятая семечко. Их тут всего пять. Сейчас я его... Прилипла она там. Вот оно. Видите, какие мелкие? Совсем мелкие. Поэтому надо очень-очень аккуратно. Вот я его взяла вот так вот на зубочистку. И вот сюда вот его... Сюда его добавлю. Посадим его вот сюда. Ну и все, ничего я опрыскивать не буду. Ничего не буду. Вот. Накроем вот так вот крышечкой. Здесь вот он раз, захлопнулось. И все. И поставлю, друзья, под лампу. То есть, если у кого нету лампы, то есть... Можно поставить, конечно, и куда-то, знаете, для начала нужно, чтобы семена взошли более в теплое место. Теплое место, где у нас где-то 22-24 градуса тепла. То есть, вот при всходах вот именно нужна вот такая температура. Как только семена у нас проклюнутся, да, и будет где-то по третьему, четвертому настоящему листочку, друзья, тогда нужно будет их пересадить в более маленькие сперва горшочки. Не в большие, а где-то вот небольшие такие горшочки, а там уже по мере развития растения вы его уже пересадите, то есть уже нормальный дадите объем, то есть вот для этого цветочка. Вот, друзья, что еще хотела вам показать. Так, посеяли мы с вами. Хотела вам показать результаты посева эустомы. Друзья, мы вместе с вами сеяли эустому. Сейчас я вам покажу. Как я вам уже и говорила, друзья, что эустома, она такая, знаете, достаточно тугодумкая. Тугодумкая, и не все могут с ней справиться, с эустомой, да. И всходы, конечно, вот мы сеяли с вами 9 штук, из 9 штук у нас взошло так 3, 4, 5 штучек. 5 штучек всего взошло у нас эустомочки. Ну, что теперь? Хотя семена достаточно дорогие, вы прекрасно знаете, сколько стоит эустома, да. Но, что теперь сделать? Что-то я ее вот разделила зубочистками, пометила, где у меня, какой сорт, да. То есть, что она у меня здесь разная, да, и розовая есть, и фиолетовая, и белая. То есть, ну вот, какая-то вот одна только взошла какого-то сорта, а этих вот по 2, по 2. Ну, эустому я сажаю, друзья, только для себя, не на продажу, потому что это достаточно кропотливая работа для эустомы, да. Чтобы ее продавать, это она будет сколько денег стоить, вот эта рассада, конечно. Но это просто нереально, я вам серьезно говорю, почему, потому что вот 2 месяца где-то назад, она у меня где-то месяц только-только, друзья, месяц она у меня всходила, да. И вы видите, какая она туго-думка, хотя она стоит у меня под лампой. Под лампой, где света, в принципе, достаточно, и вот она вот такая вот. Вот такая вот, почему я ее и посеяла раньше, потому что на пачках пишут одно, да. Но живем мы в разных регионах совершенно, да. И поэтому у всех по-разному, то есть я живу в Сибири, точнее в Новосибирске, и у нас лето достаточно короткое, да. Если в том году я посадила, посеяла эустому, то цветение я увидела, вы знаете, в конце, вы знаете, где-то, наверное, конец августа и начало сентября, да. Когда уже у нас там уже и заморозки начинаются где-то в сентябре, да. И поэтому, то есть такого цветения я не увидела. Поэтому я решила, друзья, посеять эустому все-таки пораньше, чтобы полюбоваться вот этой красотой. Ну вот, показала вам пока результаты, конечно, сейчас она еще немножко подрастет, и я ее уже буду в отдельные уже маленькие, посажу пока стаканчики в маленькие. А там уже посмотрим, что да как, то есть дам ей побольше объем, пока ей вот этого достаточно. Там еще корневой практически там и нет, совсем маленькая, поэтому пускай она сидит пока у меня в этой чеплашке, и дальше пока развивается. Ну вот, друзья, что еще хотела показать? Хотела вам показать вот то, что мы с вами, я снимала ролик, но я не все, конечно, вам показываю, там у меня тоже, вот посмотрите, я делала, снимала черенки колиусов, да, и вот посмотрите, они уже дали у нас вместе с вами, видите, корешочки какие. Еще маленечко, и, то есть еще буквально несколько денечков, немножко пускай еще корешочки подрастут, там и там у меня еще стоят в баночках, и мы будем вместе с вами сажать, то есть вот такую вот красоту. Ну, там уже, может быть, уже и будут у меня заказы на колиусы. Конечно, расцветка пока, почему, потому что еще, ну, недостаточно света, вот сейчас я, то есть они у меня стояли на окошке, да, и света как бы достаточно не было. Я их когда обрезала, и вот эти свои маточники я поставила уже на окошко, ой, в смысле на окошко поставила под лампу. Вот эти вот, когда я посажу в стаканчики, вот эти вот колиусы, свои череночки, я их тоже поставлю под лампу, чтобы дать им хороший, ну, как уже более такой яркий, насыщенный свет, ну, как расцветка будет. Вот, друзья, ну, все, я вам показала пока вот, то, что показала, то, что показала. Вот, хочу вас поздравить с наступающим праздником, с крещением, вот, пожелать вам здоровья, такого бодрого, хорошего настроения. Такого, знаете, сибирского, хорошего, вот, и счастья, здоровья и, друзья, я вас всех люблю, всех целую, и до новых встреч, пока-пока.